Шалом! Насколько я понимаю, во всем Новом Завете только Евангелие от Иоанна называет Иешуа Богом совершенно прямо и однозначно. Остальные Новозаветные книги или указывают на то, что термин «Бог» относится также и к Иешуа, или называют его Господь. По-гречески «куриос». При этом термин «Бог» сохраняется за Отцом Иешуа. Слово «куриос» есть уже в Септуагинте, то есть в греческом переводе «Танаха». Там оно означает «священное имя Божье», которое пишется четырьмя буквами на иврите «юд-хей-вав-хей», которое мы обычно читаем как «адонай». А вообще «куриос» может означать как просто «господин», так и «господь» с большой буквы. И в Новом Завете мы видим оба употребления. Люди, которые хотят увидеть Иешуа, однажды приходят к Филиппу и называют его Филиппа «куриос». Говорят «господин», нам хочется видеть Иешуа. И, конечно же, «господин» — это просто «господин» в данном случае. Дальше ангел, придя к Мирьям, говорит ей «Господь с тобой», «куриос» — то же самое слово. И, конечно же, в данном случае ангел имеет под этим словом, разумеет, Бога Израиля, а не какого-то уважаемого человека. То есть точный смысл этого слова, как всегда, определяется контекстом. Когда женщина, опять-таки, возле колодца в Самарии, просто еще один пример, обращается к Иешуа и называет его «куриос», говоря, что колодец глубок, а ему нечем зачерпнуть из него воды, она, конечно, просто имеет в виду «господин», как и написано в русском переводе. Но когда Павел говорит об исповедании Иешуа Господом, комментаторы пишут, что второй смысл этого слова, то есть «божественный», вполне допустим. То есть, что для Павла Иешуа здесь часть Бога Израиля. Вот эта двусмысленность слова «куриос» вполне укладывается в общую картину, которая вырисовывается при сравнении церковных догматов или догматов, как некоторые говорят, с Библией. Новый Завет называет Иешуа Богом, но как бы негромко. Христианская же церковь на одном из ранних этапов своей истории в результате долгой и тяжелой борьбы с ересями твердо решила, что Иешуа надо называть не только Господом, как чаще всего он называется в Новом Завете, но и Богом. С той же самой целью она вскоре изобрела титул «Матерь Божья», в котором окрестила Мирьям, подчеркивая тем самым, что Иешуа не просто человек, но что Мирьям родила Бога в полном смысле этого слова. И протестантизм в этом отношении ничуть не отличается от дореформенного христианства. То есть Лютер, например, тоже называл Мирьям матерью Бога. И вот тут налицо существенное различие в способе озвучивания божественности Иешуа. То есть Новый Завет говорит о ней несколько сдержанно, а церковь очень громко. Почему? Не странно ли, что в таком важном вопросе церковь, можно сказать, посмела отойти от образца, данного ей в священных писаниях, и смехстила акценты? Нет, странность эта мнимая, на мой взгляд. Ведь богодухновенность Нового Завета не означает, что все поколения верующих должны, ну, грубо говоря, проповедовать Иешуа так и только так, слово в слово, как о нем проповедовали в книге «Деяния апостола» и Петр и Павел. Слово Божие было написано в конкретных исторических условиях, которые нужно учитывать при его чтении и истолковании. События, описанные в Евангелиях, происходят в еврейской среде, то есть в среде строго монотеистической. В этой среде, соответственно, ждут не бога сына, а мессию, помазанного царя Израиля, причем не страдающего мессию, который умрет на римском кресте, а мессию воинствующего и побеждающего, который задаст римлянам по первое число и наведет порядок, когда на фоне этих ожиданий появляется Иешуа и начинает творить чудеса, исцеление, изгонять бесов и бесплатно кормить тысячи людей, возникает у народа вопрос, это ли мессия или нет. Как только появляется слух, что он таки есть в долгожданной машиях, народ что хочет? Воцарить его, то есть сделать главой правительства. Его ближайшие ученики ожидают того же, что и народ, весь народ. Даже после его воскресения они задают ему вопрос о политике. Не сейчас ли уже, наконец, ты восстановишь суверенный, независимый, свободный и сильный Израиль? Поэтому первая задача Иешуа – это объяснить не божественность мессии, а то, что мессия должен пострадать, умереть на кресте и ожить на третий день. И что его ученики, соответственно, должны готовиться не к политической или военной карьере, а к ежедневному несению собственного креста, если они, конечно, его ученики, в полном смысле этого слова. Но ведь страдающий мессия – это полная противоположность мессии воина. И если эту идею, идею о страдающем мессии, людям было принять практически невозможно, то что уж говорить о божественности мессии и о совершенно новом представлении о Боге, который вытекает из этой идеи, какая бы истинная она ни была, до нее нужно было дозреть. А чтобы дозреть, нужно время и огромная работа, которая проделывается в мышлении, в том случае в еврейском мышлении. А вот церковь, говорящая о Матери Божьей, это уже другое время и другой контекст. В IV веке дискуссия идет уже не в еврейской среде. Участники этой дискуссии оперируют понятиями, заимствованные уже не из еврейской Библии, а из греческой философии. Все это объясняет другой акцент, который делает церковь в своей речи о Ишуа. Историю Вселенских соборов, на которых обсуждался вопрос о божественности Ишуа, знать полезно. Не для того, чтобы использовать сегодня сформулированные тогда символы веры как быстрый способ отсева чужих. Дескать, кто не готов повторить апостольский, икейский или какой-нибудь другой символ веры, тот не верует, тот не наш. Нет, не для этого. Для того, чтобы, во-первых, самим не наступить на те же грабли, на которые уже наступали наши братья по вере, жившие задолго до нас. И, во-вторых, чтобы увидеть, как Бог действовал в истории. Кто знает, вдруг это поможет нам сегодня не пропустить его действия среди нас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok